Внимание! Это опасно для жизни. Играть под линиями электропередач, запускать воздушного змея, забрасывать на провода проволоку или другие предметы. Это может привести к поражению электрическим током. О том, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии, Даша Сидорович знает еще с детского сада. Сегодня она ученица 11 класса и победитель конкурса по профилактике электротравматизма. Ее рисунок со смыслом прошел во второй областной этап. Здесь я изобразила оголенные провода. То есть они опасны для жизни человека. Также знаки, что это означает опасность электричества. Рыбалка вблизи воздушных линий электропередачи, игры возле трансформаторных будок и поврежденных проводов, а также селфи на лэб. Это основные темы, а точнее их последствия, которые в своих работах отразили юные участники. От Бобруйска приняли участие 22 школы. От района 13. Лучшими в трех возрастных категориях стали 6 проектов. Электричество нас окружает полностью в быту. Куда ни денься, у нас сейчас без электричества никакой цивилизации нет. Это самое основное. Поэтому я считаю, что с ранних лет ребенок должен представлять опасность, которую таит в себе электрический ток. Чем больше этой профилактики, тем больше шанс и менее вероятность того, что ребенок залезет в эти опасные объекты. Проблема электротравматизма актуальна во все времена. Об этом свидетельствует печальная статистика. Ежегодно жертвами небезопасного обращения с током становятся как взрослые, так и дети. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.